Катя, все нормально? Вот тебе лишь бы поржать надо мной, да? А я, между прочим, работой занимаюсь. Вон, тащила 15 килограмм. Все для вас стараюсь. А вы... Гламур, и тебя так манят шпутки от кутюр. Ты так хочешь манить на маникюр. Баки на кармане, вот и весь лямур. А мне на гламур, пофиг на гламур. Ребята, всем огромный привет. И на ваших экранах, конечно же, очередной выпуск многосерийного, астросюжетного блокбастера про Алиэкспресс и модные тренды. Гуляла я тут недавно по просторам Алиэкспресс и наткнулась на местной священной Грааль. Магазин называется Ши Ин. И, как вы поняли, местечко такое, знаете, непростое, медомазанное. Представляю вам просто голову и статистика, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Внимание! Полтора миллиона подписчиков на магазин в Алиэкспресс. Четыре миллиона подписчиков в Инстаграме. 320 тысяч заказов. Грибут, короче, как конец света. Вот и мне стало интересно, что же такого особенного в этом магазине. Я, конечно же, не побоялась и все это заказала. Прямо. Прямо все. Если честно, это был самый сумасшедший заказ в моей жизни. Чуть вот пупок не развязался, пока я дотащила эти 15 килограмм неподъемного женского счастья. О, там всего попой жуй. Я хочу сразу вас предупредить, что на вкус и цвет все фломастеры разные, поэтому, ребят, здесь беспристрастная народная подборка. И так как вещи все разноплановые, то моя миссия просто посмотреть на них, оценить и честно, непредвзято рассказать вам про качество и стоит оно того или нет. Ребяточки, ну что ж, конечно же, поддержите меня лайком. Все-таки 15 килограмм счастья тащить было тяжело. Ну, а мы не будем затягивать и поехали. Ну что ж, свой первый образ я собрала из, внимание, вот этого вот летящего леопардового платья и кардигана благородного такого винного оттенка. Лично мне платьишко очень понравилось. Знаете, животный принт, он сейчас в тренде, так что по-модному, почти как с подиума. Платье, конечно, хорошее, но вот, знаете, достаточно такое откровенное. Талия у него высоковата, юбчатка коротковата. Но, знаете, вот накидочка, она удачно прямо нивелирует весь этот разврат и прикрывает, как говорится, тыл. А шляпка, шляпка и ботфорты мои любимые, они прямо, знаете, дополняют этот образ такой загадочностью, милотой. В общем, в целом я довольна. Но, конечно же, смущает, что все материалы у нас здесь полиэстер, но куда сейчас без него, почти все из полиэстера, поэтому как-то стерпится, слюбится. Мы продолжаем. И когда я достала вот эту вот тостовку, я ничего не поняла, потом снова ничего не поняла, а потом, разобравшись в молниях и рукавах, просто, знаете, one love у нас случился. Прям полюбила ее всей душой. Такое, знаете, у нас здесь получился спорт шик. Материал здесь хлопок, отлично сидит, просто шикарно. И когда вы вот эти вот молнии-то открываете, плечики оголяете и прямо персик. Молнии работают отлично, все прямо у них превосходно, сидит тоже шикарно. В комплект с кофточкой шин подбросила мне вот такие вот обтягивающие штанишки из плотной синтетики. Они, конечно же, удачно сели там, где надо, как говорится, обтянули и вписались в качестве базовых лосин. Но, признаюсь честно, до классических брюк они, конечно, увы, не дотягивают. Завершила я весь этот образ вот такими вот леопардовыми кроссовочками. Не из шин, но тоже с Алика, поэтому ссылочку вам оставлю под этим видео. В целом, знаете, на выходе получился образ такой крутой и опасной спортивной девчонки. Напишите мне обязательно в комментариях, какой из образов вам понравился больше всего, в каком бы вы вышли в свет, а какой лучше оставить, как говорится, на полочке в шкафу. А вот и я, ваша милая булочка с корицей. И на мне обосновалось сразу три вещи из этого прекрасного магазина. Ну, во-первых, прямо мое огромное почтение вот этому вот жакету, который сейчас на мне просто 10 довольных катюшек из 10. Это, знаете, когда цена перебивает ценник. То есть, этот пиджак выглядит намного дороже, нежели чем он стоит. Цветы, хоть и не вышивка, как показалось на первый взгляд, но даже в качестве, знаете, такого тканевого принта отрабатывают себя прям вообще по полной, выглядит дорого-богато. И там, в этом образе, под цветами прячется такое черно-белое боди с сюрпризом, с оголенным одним плечиком. Вроде бы и с хлопкой, и отлично сшитой, и моделька такая, знаете, креативная, в меру эрутишная. Но в ущерб, как говорится, комфорту. Ни туды и ни сюды. Вечно этот недорукав задирается, перекручивается, в руке как-то хочется прямо выбраться оттуда. И, знаете, вот мое желание было просто подбежать, взять ножницы и отрезать этот рукав, и носить его как-то отдельно, потому что вот некомфортно мне было. Ну, а мы, друзья мои, переходим вниз, и здесь у меня джинсы, качество у них вообще на высоте. Найти, конечно же, хорошие джинсы на Алиэкспресс, это целый квест, но я их нашла, вот, отличные. Ткань очень плотная, декорчик такой бахромой, цепляет сразу. Но вот только сели они на меня, ну, мягко говоря, странненько. Вот сейчас не надо смотреть на мое межножное пространство, там оно выглядит немножко странно, сразу говорю. А вот эта девочка в розовом довольно ровно наполовину, на ту половину, которая растет выше пояса. Говорю спасибо Шиен за ветровочку кенгуруху, прямо супер, снова такой, знаете, спорт шик. Можно носить и просто так в качестве куртки, и, не знаю, вот, закомбинировать ее с чем-то. А вот полосатые штанцы. Для меня эта модель оказалась такой немножко странной. Я не очень люблю вот эти вот карманы, которые здесь есть. То есть я не понимаю, вернее, зачем в таких моделях вообще делать карманы, потому что они вечно задираются, и ты их как-то там расправляешь внутри, пытаешься как-то их выпрямить. В общем, меня дико взбомбили эти штаны, но сама модель интересная, и вот с этой кенгурухой они сочетаются тоже отлично. Поэтому ссылочку я оставляю на все, конечно же, под этим видео. Продолжаем. Я, как наивная сельская девчонка, подумала сначала, что Шиин мне тут, знаете, купальники насоветовал, обрадовалась, думаю, уху, привалилось счастье. А нет, смотрю, пришло боди. А за что мы любим боди? За то, что оно не норовит выскочить из штанов и юбок, нагибайся сколько хочешь, оно всегда на месте. И, кстати, вы заметили, что этот магазин, он прямо активно продвигает вот этот вот розовый оттенок. Я уже не первый раз замечаю, что вот вещи у них прямо вот пыльно, вот этот пудрово-розовый цвет, он, видно, их самый любимый. И, знаете, хоть моделька и из полиэстера, но выглядит очень даже презентабельно, и уж насколько я не ношу боди, но даже мне понравилось. Но чтобы не стать слишком, знаете, милой и воздушной, я добавила черные штаны вот такие вот в полосочку, брюки с сигаретой, как величает их Алиэкспресс. В целом, неплохие штанцы, да, они из полиэстера, но в составе, видно, есть все-таки какой-то хлопок, потому что они не электризуются. И да, конечно же, они не на, скажем так, лето, потому что будет жарко, а вот скорее на начало осени, прям отлично. Ну что ж, а вот и пригодилась моя шляпка и сапожки, носки деда из прошлого видео. Кстати, если вы его вдруг не смотрели, то вот подсказочки, обязательно посмотрите. Очень мне понравился этот образ, прямо, знаете, мне кажется, это самый мой любимый. И вот здесь все прям сошлось. Такая какая-то готическая парижанка из меня вышла. Блузочка прямо очень симпатичная, женственная, с таким, знаете, мягким-мягким кружевом. Тельцу очень комфортно в ней, не электризуется. Подобрала я ее, значит, поясочком, чтобы не болталась. Летом в ней, конечно, запрежь, ведь цвет черный, сами понимаете, припекает. Но вот на осень, на осень самое то. А вот штанцы шин снова делает в полосочку, никак, знаете, с ней не уймется. Кто посчитает, какое количество полосатых штанов было в этом видео, тот молодец. Можете взять конфету вот с той полки. Так вот, на сей раз полосатый клеш, который я заправила в свои сапожки. Не знаю, зачем я так сделала, захотелось. Брюки сидят отлично. Пожалуй, лучшие брюки, вот из всех, которые я видела во всей этой куче. Очень они мне понравились. Я очень люблю такие модели. И мне кажется, в целом, весь этот мой лук выглядит очень гармонично. Если вы со мной согласны, ставьте лайк и пишите это в комментариях под видео. И, кстати, на Алиэкспресс сейчас идет большая распродажа. Она длится с 28 по 31 августа. В огромном количестве магазинов, в том числе и на шин, действуют скидки там до 70%. Поэтому успейте, успейте купить какие-то прикольные вещи со скидками. Ну что ж, девчонки, если вы обитательница офиса или находитесь в поиске того самого черного платья, то вот эти вот два варианта, они 100% для вас. У них очень удачная посадка, они отлично подчеркивают фигуру, у них классический стиль, если уж это пошло. И знаете, я бы в этих платьях вела бы какие-нибудь важные переговоры по телефону, стояла бы в очереди у кулера. И знаете, вот в этом первом платьишке даже не грех прогуляться в свет, конечно, при условии, что в вашем плотном рабочем графике найдется время для культурно-корпоративного кутежа с последующим нетрезвым кралки. Но так как я необычный офисный житель, поэтому, скорее всего, надену в кафешечку или на стандартный выгул в кино. Вариант в клеточку, кстати, мне лично больше импонирует. В общем, шеем, спасибо за классику, нареканий вообще нет никаких. Мой следующий образ, друзья, называется «Жена конюха». Тут выступают в тандеме черное платье и куртка-оборванка Wild Wild West. Платье мне сразу приглянулось. Такой, знаете, отличный базовый сарафанчик. Универсальный, фасон удачный. Подходит практически на любой тип фигуры. Спинка, кстати, тоже открытая, так что все эрутишно. Оно очень летнее. Конечно же, наверное, не подойдет для осени. Хотя, какая осень будет, мы еще не знаем. А вот эту вот ковбойскую курточку я вряд ли еще раз надену. Честно скажу, намучилась я с ней. Вот, семь потов с меня сошли. Да, она такая стилизованная, с приколом. Но, знаете, беда вот с этими вот бахромушечками. Они ко мне приехали мятые, гладили мы всей семьей. Кто руками, муж взглядом. Увы, но модель, опять-таки, прикольная. Кому нравится такой стиль, наверное, да. Но я просто не люблю, когда вещь немножко мятая. Поэтому мне захотелось все это прогладить, а это было очень сложно. Поэтому меня это напрягло. Но, если вас не напрягает, то вот, пожалуйста, куртяха-то прикольная. Ну, а сейчас я вам покажу сразу три образа, собранных на базе одних отличных джинсов. Уж очень хорошо они, знаете, на меня сели. Такая базовая зауженная модель темно-синего цвета с высокой посадкой. База для любого девичьего гардероба. Они подходят абсолютно подо все. Под кроссовки, под балетки, под белое полусладкое. Тоже как вариант. Вот я уверена, у каждой из вас похожие есть. А если нет, то надо купить. Потому что отличная базовая модель. Отлично сшитая. Просто шикарная, я бы сказала. В магазинах розничных мазки стоит намного дороже. Ну, а теперь про все кофточки и блузочки, которые были в образах с джинсиками. Итак, первое. Сначала мне вот эта блузка категорически не понравилась. Я ее, знаете, вынула из коробки. А она вся такая черная, неприглядная. Отдает каким-то бабушкиным нафталинам. Но модная заповедь гласит, не суди то, что ни разу не надевала. Я ее разгладила, натянула. И, знаете, осталась довольна как слон. С ней можно, на самом деле, сочинять и повседневные образы, и какие-то офисные луки. И жабо вот это вот прямо в тему. Как, собственно, и кружево на рукавах. В гардеробе однозначно пригодится все, что хорошо садится. Ну что, и снова первое сентября. Ладно, можете не надевать эту кофточку на линейку вашей племянницы. Образ зайдет, в принципе, как достаточно хороший рабочий пятничный лук. Рубаха, признаюсь, хитро сделанная, но модна до беспамятства. Сейчас подобные все деловые дамочки в офис носят. Ну, как мне кажется, модно же. Никому, пожалуйста, не говорите, но я не сразу разобралась, что тут куда надо нацепить. Оказалось, что вот этот серый поясочный аксессуар на сисюли крепится, а не на пупок, как я сначала подумала. Вышло, в общем, из разряда ничего не понимаю, но ношу. А вообще рубашка достойная, выглядит стильно. Хэштег надо брать. Хух, хорошо идем, хорошо идем, ребятки, продолжаем. Ну что ж, а это блуза для романтических особ. Все эти рюши-хрюши, рукава разлетайки, V-образный вырез с таким намеком на продолжение. Знаете, шикарно. Мне все очень понравилось. Еще мне очень понравился этот глубокий зеленый цвет. Тоже очень хорошо подчеркивает глаза. Тут претензия только, наверное, к материалу. Синтетика, она и в Африке синтетика, электризуется. Поэтому, опять же, искра, буря, стояк на голове и антистатик в кармане. Но, на самом деле, пусть это вас сильно не пугает. Как мы знаем, что сейчас большинство вещей, к сожалению, делается из плестра, из синтетики. Поэтому, че уж там судить-то, шин. Все, все делают все из синтетики. И снова этот бугичный цвет. Нежно-розовый румян. Я в нем, знаете, такая элегантная, возвышенная дама. Не хватает только томика какого-нибудь шик-спе подмышку. Быть или не быть, надеть или не надеть, вот в чем вопрос. На самом деле, платье я сначала недооценила, потому что, ну, вот совсем это не мой стиль. Но, опять же, до первой примерки оно идеально село. Материал хоть и тоже ненатуральный, но сразу ее не скажешь, потому что, скорее всего, в составе есть примесь хлопка. Поэтому очень приятно, очень нежно, не электризуется. В общем, синтетика, но очень качественно приятная. В комплект я подобрала сапоги. Мне кажется, что они прямо, знаете, это платье, эти сапоги, они прямо созданы, чтобы быть вместе. Отличный такой вот получился осенний образ. Ну что ж, деточка-береточка на очереди. И здесь аж три вещи от Шейн. Жакетик, штанишки и блузочка. Самый выдающийся, конечно же, здесь жакет с карманами или пинджак, как мы уже привыкли его называть. Все это, конечно же, косит под Шанель Гуччи, наш любимый, но не дотягивает, не дотягивает. Хотя не сильно не дотягивает, знаете. Достаточно неплохо сделан. Сама моделька интересная. Как мы его уже привыкли называть, с эффектом твида. Но вот единственное непонятно, зачем они к этому пинджаку вот эти вот рукава прицепили. Ну, то есть, с одной стороны выглядит странно, с другой стороны вроде нормально. Я пока не определилась, поэтому отпишите мне, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Булочек в полосочку отличная, такая базовая, подойдет практически под любой какой-то такой, знаете, офисный лук. Штанишки Шиин рекомендуют как брюки, но категорически настаиваю, что это скорее лосины. Среднестатистические, синтетические. Но как база, опять-таки, отлично подойдут. А вот из этой кофточки и штанишек получился отличный, прям такой, знаете, летний образ. Булмурска своеобразная. Ее такая дизайнерская концепция не для средних умов. Какой-то белый супергеройский плащ, как мне показался. Я знаю, что очень многие любят такие модели, но мне в таких сложно. Вот, честно вам скажу. Руки как-то хотелось куда-то их все-таки засунуть, а некуда. Возможно, это просто я не носила никогда такие модели, но то, как она сидит и то, как она шита, как она сделана, прям отлично. Ну, что ж, а брюки? Брюки просто замечательные, легкие, дышащие, выполненные из хлопка. Это удачная высокая посадка. И да, еще одни полосатые штаны. Вы их еще не сдолбались считать? Их много. Мы продолжаем. И вот я думаю, что многие из вас сейчас вспомнят ситуацию. Знаете, бывают такие вещи, которые ты надеваешь и сразу, знаете, выходишь из подъезда, и вся детвора начинает тебя величать тете Кате. Вот и этот комбез придает мне пяток-другой лет. Хоть и сидит, зараза, как влитой, но вот не молодит он меня почему-то. Это сразу такая солидная тетя Катя. Не знаю почему. Может быть цвет, может быть фасон, может быть из-за всей этой солидности, которую я стараюсь избегать. Но вот я прям, знаете, в этом дама-дама. Но, зараза, знаете, шит он хорошо. Сидит просто шикарно. Поэтому, девчонки, вот кому хочется выглядеть солидно, прямо так, знаете, на встречу, на какой-то важные переговоры, то вот, однозначно прям вас увидят и скажут, все подпишем, любые контракты подпишем. Давайте, давайте, девушка. А вот и мое любимое желтое пальтишко. Пальтишко-то отличное и по качеству, и цвет такой интересный, канареечный, нынче модный. Но, вот, знаете, вот эти вот жемчуга в рукавах как-то меня смутили. Вот эти вот рукава, как мне показалось, они немножко берут весь ацент на себя. Давайте так это скажем. То есть, идешь не ты, а идут твои рукава. Но, я знаю, что очень многие у нас почему-то любят жемчуга, и чтобы побольше, и чтобы во всех местах. Так вот, для тех, кто любит такое, пальто, девчонки, шик. Для тех, кто не любит, всегда можно отпороть жемчуг и оставить обычные широкие рукавчики. Ну, что ж, и под конец мое самое нестандартное платье из этого магазина. Рукава-пакеты с жемчугами. Но, черт с этими рукавами. Само платье, оно специфичное. То есть, оно сделано для того, чтобы в нем просто стоять. Потому что оно достаточно узкое. Сразу вас предупреждаю. Либо вы передвигаетесь очень маленькими шажочками, вот таким тык-тык-тык-тык-тык. Либо вы просто стоите и делаете фотки. Потому что пройти в нем от метро до офиса, например, или от метро до корпоративчика, будет тяжеловато. Ибо, как я и говорила, узко. Так что, имейте в виду, само по себе платье, конечно, очень торжественное, очень нарядное. Прямо вот вас увидят и сразу захотят с вами сделать селфи, однозначно. Но вот имейте в виду такую особенность этого платьишка. А так все достаточно интересно, богато, как мы любим. Ну что ж, друзья, на этом с Али луками все. Какие я бы сделала выводы. Скажем так, в моей подборке было огромное количество разноплановых вещей. И многие мне не понравились, наверное, только потому, что такие именно вещи, именно фасоны я не ношу. Но соотношение цена-качество отличное. Почти все, что я вам показала, ожидания, реальность на 100% совпали. Что мы имеем в итоге? Покупать можно, не обманут. Ну а я буду безумно рада, если вы напишите мне в комментариях, какие из вещей вам понравились, какие категорически не понравились. Может быть, что-то вы тоже заказывали в этом магазине. И поделитесь с остальными девчонками своим опытом и оставите ссылочки на какие-то крутые вещи. Ну а я на этом заканчиваю это видео. Спасибо огромное, что вы досмотрели меня до конца. Я вас люблю, 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 люблю. Не скучайте без меня. Друзья, мы с вами увидимся совсем скоро. Следующее видео у нас про бренды против Алиэкспресс. Так что не расслабляемся. Пока-пока. Нет денег совсем, да денег нет, нету совсем, да-да-да-да денег нет, нет денег совсем, да-да-да-да денег нет.